Аврора Дайджест Парад Победы прошел в Хабаровске. Международная речная навигация на Амуре между Хабаровском и Фуюанем открыта. Хабаровск встретил поезд Победы. 15 школьников Хабаровского края стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады. Причины пожара в торговом центре РМИ выясняют в Хабаровске. Сильнейшие боксеры России встретятся в краевой столице. Владимир Путин вступил в должность президента России. В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали 40 человек. Россия проведет учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. ЦАХАЛ взял под контроль КПП Рафах. Си Цзиньпинь завершил визит во Францию. Новости Хабаровского края. 9 мая в Хабаровске состоялся парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самый большой военный парад на всем востоке России. В этом году парадом командовал генерал-майор Андрей Козлов. В праздничном шествии пеших колонн на площади имени Ленина приняли участие расчеты Восточного военного округа. Сотрудники МЧС, учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, Хабаровской кадетской школы, отряд юнормейцев Хабаровска, а также участники СВО. Кроме того, в этом году формат и состав участников был расширен. Впервые сформирован парадный расчет молодежного объединения Окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. Также колонна боевой техники была украшена автомобилями багги «Ерофей». Еще одно новшество – это предоставление электрокаров для комфорта ветеранов, что стало инициативой Михаила Дегтярева. Он объявил о намерении делать это ежегодно. Перед началом парада губернатор поздравил всех жителей и гостей Хабаровского края 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В завершении своего выступления глава региона заявил, что, как и десятилетия назад, победа вновь будет за нами. После проведения марша Михаил Дегтярев и другие почетные гости возложили цветы у мемориального комплекса Вечного огня на площади Славы. В Хабаровском крае дан старт международной речной навигации по маршруту Хабаровск-Фуюань-Хабаровск. 7 мая в Хабаровск прибыли первые путешественники из КНР. Обратно в трехдневный тур в Китай отправились российские туристы. Как рассказали в Министерстве туризма края, на линии работает китайский теплоход вместимостью 99 человек. Рейсы по международному маршруту будут выполняться ежедневно. Также по поручению губернатора Михаила Дегтярева уже на следующей неделе стартуют бесплатные курсы по подготовке переводчиков со знанием китайского языка основом экскурсионного дела, включая краеведение и методику организации экскурсий. Это позволит повысить качество оказываемых туристических услуг на территории региона. На железнодорожный вокзал Хабаровск-1 под торжественные звуки марша прибыл праздничный состав поезда «Победа». В его составе ретропаровоз, крытый грузовой вагон, платформы с военной техникой и артиллерийскими орудиями и два пассажирских вагона. На привокзальной площади была подготовлена праздничная программа. Звучали песни военных лет. Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, председатель законодательной думы Ирина Зикунова и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Особыми гостями стали труженики тыла, ветераны-железнодорожники и участник войны, железнодорожник Владимир Иванович Богданов, которому в этом году исполняется 98 лет. 48 из них он проработал на железной дороге. Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Это самые массовые интеллектуальные состязания в Российской Федерации, проводимые в целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний. По сравнению с прошлым годом количество наград у сборной Хабаровского края увеличилось. Пять школьников стали победителями и десять призерами Олимпиады. Благодаря выстроенной системе подготовки регион становится первым среди всех субъектов в Дальневосточном федеральном округе по количеству призеров и победителей. В этом году наши школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки по предметам «Физика, химия, общество знания, физическая культура, русский и китайские языки, география, биология и литература». Дознаватели Госпожнадзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания в торговом центре Рэми по улице Краснореченской, 213, которое произошло 4 мая. Дым от него был виден практически со всех районов города. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Со слов очевидцев, пожар произошел в месте расположения вытяжки одной из торговых точек питания. От пламени пострадала только кровля здания. Самостоятельно эвакуировались 270 человек. В тушении было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек. На следующий день торговый центр уже приступил к работе. С 14 по 18 мая в Хабаровске в Платином арене пройдут международные соревнования по боксу памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Это один из старейших спортивных турниров в крае, который проходит в столице региона с 1961 года. Хабаровский край примет престижные соревнования в 15-й раз. В течение пяти дней на ринге встретятся боксеры из восьми стран. России, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Сербии и Беларуси. Всего ожидается около 150 спортсменов, которые разыграют медали в 13 весовых категориях у мужчин и 6 у женщин. В состав сборной региона вошли 9 человек. Самый титулованный из них – чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы среди молодежи, серебряный и бронзовый призер чемпионата России Иван Ступин. Новости России Владимир Путин принес присягу и в пятый раз вступил в должность президента России. Его новый срок завершится в 2030 году. Церемония инаугурации президента в России с 2000 года проводится 7 мая. После президент обратился к стране с инаугурационной речью. Он поблагодарил граждан за доверие и сказал, что хочет поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество. После церемонии инаугурации премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. Согласно статье 111 основного закона, президент в двухнедельный срок должен внести кандидатуру нового премьера в Госдуму. Все это время члены правительства будут находиться в статусе исполняющих обязанностей. 6 мая в Борисовском районе Белгородской области дроны атаковали автомобили ГК «Акробелгорье», перевозившие сотрудников. Атаки подверглись две «Газели». Они везли сотрудников на предприятие. Это произошло около села Березовка, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара, по данным Минздрава РФ, погибли 7 человек. 42 человека пострадали. Минобороны России объявила о подготовке военных учений с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Учения пройдут в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В них будут участвовать ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и силы ВМФ. Учения должны пройти в ближайшее время. Уточняется, что они проводятся по поручению президента. Дмитрий Песков заявил, что учения с тактическим ядерным оружием связаны с заявлением западных стран о возможной отправке войск в Украину. Израиль не намерен останавливать операцию в Рафахе на юге сектора Газа до победы над движением Хамас или до начала возвращения заложников, заявил во вторник глава израильского Минобороны. Он отметил, что Израиль готов на компромиссы ради спасения заложников, но если этот вариант действий не сработает, израильские военные углубят операцию по всему сектору Газа. В свою очередь, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отметил, что операция Цахал в Рафахе нужна в том числе для освобождения заложников. Нетаньяху разъяснил, что проинструктировал израильских переговорщиков в Каире стоять твердо на условиях Израиля. Также он назвал установление контроля над КПП Рафах важным шагом в ликвидации военного потенциала и власти Хамас в Анклаве. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил во вторник визит во Францию. Во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит мировую конференцию, которую признает Москва и Киев. По словам китайского лидера, продолжение военных действий принесет еще больший ущерб Европе и миру. Кроме того, по словам Си Цзиньпина, Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии во всех мировых конфликтах на время летних игр в Париже. 15-16 июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Москва на него не приглашена. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после саммита возможны переговоры с участием России. В свою очередь, Дмитрий Песков говорил, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может.